всем привет это ювебдизайн и по многочисленным просьбам слушателей зрителей вообще сочувствующих мы возобновляем рубрику обзоры и самый ближайший повод который появился чтобы снять обзор это выход wordpress 4 и 5 мы просто не могли обойти стороной этот вкусный релиз там много всего добавилось но об этом чуть подробнее поэтому саживайтесь поудобнее пристегивайтесь и погнали я здесь чтобы прям подробно все наглядно показать развернул два сайта голый 4.4 wordpress как вы видите здесь написано доступен wordpress 4.5 пожалуйста обновитесь ну а установлена версия 4.4.2 и wordpress 4.5 здесь абсолютно голый тут конечно еще комментарии есть можно его даже убрать потому что не получится нас это продемонстрировать в общем самая первая фича которую вообще принято обсуждать ну как бы блок фич всех называется улучшение кастомайзера очень много внимания ему уделяется вообще все последнее время то есть ну как бы последние несколько релизов прям сильно на нем были сконцентрированы поэтому нельзя обойти стороной мы кстати снимали уже про него видео у нас есть на канале про кастомайзера но конечно все менее и менее актуально становится потому что прям api меняют существенно но тем не менее даже хотя бы с археологической точки зрения вы можете его посмотреть она здесь у вас справа в подсказках обязательно появится если не появляется уберите от от блок мы уже проверяли так вот давайте сравним два кастомайзера которые у нас здесь есть в прессе 44 вот в артрасе 45 я включил тему твой анти секстин самую стандартную но здесь я еще меню включил пример страницы на нем будем просто тренироваться так вот в свойствах сайта первое что бросается в глаза появилась поле логотип и их у нас уже несколько довольно таки есть иконка сайта теперь она чуть ниже и тут пунктирчиком выделено кроме этого есть еще изображение заголовка ну про фоновое изображение я вообще молчу она как бы отдельно это просто на фон но вот что касается изображение заголовка она была уже очень давно а иконку сайта запилили только в wordpress и 44 то есть для вот этого релиза она новая и давайте посмотрим во первых иконка сайта теперь выглядит немножечко по-другому то есть если я здесь сайт айкон загружу просто обычный gpg файл квадратный то на предпросмотре мы видим гигантский gpg файл квадратный опять же и если я здесь загружу на wordpress и 45 то на предпросмотре мы видим браузер фа в иконку и apple touch иконку для телефонов то есть предпросмотр стал более понятным и что касается логотипа сайта я здесь тоже подготовил сайт логу просто обычный файл там он нам предлагает 240 на 240 использовать на на самом деле можно использовать любой вы сейчас поймете почему просто потому что она выводится вот таким обычным квадратиком над заголовком и ссылка на нем ведет на главную то есть как собственно и должно быть я не знаю напрашивалась ли это уже давно но раньше я использовал изображение заголовка ровно с этой целью то есть я кастом на его ловил брал с базы и выводил тоже около заголовка здесь почему бы нет теперь они это вывели в отдельную фичу как сайт лога если посмотреть по тому где выводится изображение заголовка то она выводится здесь я тут тоже заготовил header image и у нас есть наш главный спонсор smarttape.ru обязательно попробуйте если вам нужен какой-то очень крутой хостинг почему-то в кастомайзере он по умолчанию здесь не появляется видимо картинка цензура не прошла но так она вот здесь есть в 2016 она так по умолчанию по центру прямо показывается и ведет тоже на главную к сожалению то есть можно конечно было бы как-нибудь и закастомить чтобы она вела не на главную на какую-нибудь ссылку которую мы тоже в свойствах настройках сайта определяем но как бы с этим сложно здесь можно убрать их все скрыть тоже сохранить опубликовать то есть с логотипом все понятно давайте посмотрим как же это выглядит в коде то есть если мы сейчас ладно сейчас я его верну crop сайт лога неохота его кропать заново но видимо видимо без этого никак сейчас я здесь верну и посмотрим как это выглядит непосредственно в файлах темы так здесь у меня есть дочерняя тема я пока трогать не будем твенти секстин если мы посмотрим на хедер php то здесь есть функция твенти секстин в кастом логу она выводит через обычную функцию так она у них здесь в темплей тег находится я не знаю даже может быть побольше здесь сделаю шрифт твенти секстин до кастом логу она здесь проверяет существует ли функция за кастом лога и выводит ее вот вот в такой конструкции сейчас посмотрим в дочерней теме как этим тоже управлять но перед тем как что-то выводить нужно это что-то определить и здесь functions php то анти секстин есть функция твенти секстин сетап в котором add theme support кастом лога прописывается и здесь вот это вот высота и ширина которая типа рекомендуемая но на самом деле не обязательно то есть вот это вот функция включает поддержку в кастомайзере и после этого нам надо где-то в нашем шаблоне это вывести если мы здесь сейчас закомментируем ну просто чтобы проверить одну строку а все все-таки все пять то у нас она не пропадет из шаблона потому что мы сам файл не не хедер печки не отредактировали но здесь его уже не будет теперь если мы хотим закомментировать это и дальше там то можно просто здесь функцию закомментировать и я что даже уменьшу окно печки storm а то нас сильно большое для нашего просмотра здесь просто обновлю его тоже уже не будет но это не очень изящный способ редактировать родительскую тему вы сами знаете вдруг она потом обновиться и у нас все вот эти изменения не сгорят поэтому я здесь все включу обратно убедюсь что она снова работает да она есть и того же самого можно добиться в дочерней теме помощью пары штук давайте перейдем в дочернюю так то анти секстин чайл и но здесь есть стандартный action и call back для него чтобы подключить стиле то есть родительские стиле и ставил css которые только для нашей темы характери меня здесь сделал у бодика background бдс просто для того чтобы мы понимали в какой теме мы работаем я сейчас ее переключу и вы увидите здесь вот написано дочерняя тема и веб-дизайн для твенти секстин я ее активирую и вот у нас здесь зеленая каем очка и как вы видите уже нету никакого логотипа потому что нам надо его в кастомайзере здесь заново выбрать потому что это в в базах данных в таблице хранится именно как как ссылка на этот логотип и как сайт option по ключу темы именно проверяется если ее там не будет именно в дочерней теме то все сбрасывается естественно так вот возвращаемся сюда и если мы в дочерней теме сделаем dd action обычно такие штуки вешаются на action автор сетап theme у в д риму в допустим хотя нет я даже здесь пока не буду писать же php storm он очень умный если мы сейчас здесь сделаем vd риму в сайт логов ведь он пока пусть ничего не летерни то он нам здесь ее предложит уже и написать так вот и мы пропишем риму в фильм саппорт называется кастом логу через дефис вот эта опция если мы сейчас по умолчанию это обновим к сожалению ничего не изменится объясню почему потому что action автор сетап theme он по очереди включается и когда мы работаем с дочерними темами сначала исполняется дочерний functions php только потом родительский поэтому нам нужно выставить какой-нибудь приоритет например 11 чтобы этот колл беку в дарим в сайт лога выполнился после того который у нас в родительской теме вот я это делаю на 11 и у нас здесь пропадает сайт логотип теперь что же нам надо написать я не знаю за комментируем отключаем сайт лога в родительской теме хотя даже это и не в родительской теме просто отключаем сайт лога теперь для того чтобы в хедер пичпи мы 20 сексинды кастом логу функция у нас ничего не выполняла мы сейчас опять к ней вернемся на здесь инк тим плей тэкс он function 20 сексин за кастом логу в функциях типа 20 секс точнее в темах типа 20 сексин все сделано вот с помощью таких кондишенал с помощью таких ветвлений если функция существует то тогда вот это уже не переопределять иными словами если мы в дочерней теме сейчас создадим функцию вот с этим названием то приоритетность станет то и эта функция даже не не выполнится точнее не определиться поэтому мы можем просто спокойно здесь написать function 20 сексин ты кастом логу return и после этого у нас не будет здесь никакого логотипа ну просто потому что мы ничего не возвращаем допустим мы хотим ну я просто немного остановлюсь это не так долго допустим мы хотим чтобы в нашей теме открепляем логотип от заголовка мы хотим чтобы в нашей теме сайт логу появлялся где-нибудь в другом месте например только на страницах перед заголовком то есть вот допустим мы перешли например страницы хотим чтобы здесь перед заголовком показывался этот сайт логотип на самом деле нет ничего проще я щас сужу чтобы вот так не переключаться постоянно в принципе достаточно места для того чтобы видеть и то и другое и это сэкономит нам немножечко времени так вот мы давайте сделаем кастомизацию шаблона php который у нас возьмем из 20 секстин вот он и в 20 секстин чайл создадим php если у нас здесь существуют файлы которые переопределяют родительские то будут использоваться дочерние надо на данный момент ничего не изменилось мы можем здесь написать это дочерний пейдж печки и у нас здесь эта строка появится но мы хотим я уже говорил что есть три функции которыми мы можем проверять если кастом логу и так далее но традиционно пишется и в с кастом логу нам пейджки storm опять же показывает существующие функции в кастом логу если она определено в базе данных то его изобразить мы можем написать какой-нибудь else типа логотип сайта не определен и эхнуть это дело есть очень много сразу из изменений исправлением если мы сейчас обновим ничего не изменится но если мы сам себя за запутал если мы сейчас его переопределим здесь и сохраним и публикуем вернемся на главную то логотип сайта не определен у нас здесь будет принципе мы если мы хотим посмотреть какая именно разметка так сейчас я дочернюю открою какая именно разметка показывается функции за кастом логу мы можем здесь сделать не за кастом логу а например вардом get кастом логу это функция которая вордпресса всегда эти функции парные которые либо выводят либо возвращают значение ну как за пермалинки get permalink и вот здесь get кастом логу сейчас если мы опять вернемся в кастом логу все это последнее что буду показывать с этой фиговины и поставим вот этот логотип ухты можно не обрезать нажать охренеть то у нас здесь вот такая вот конструкция которая показывает что там целая ссылка у нее есть класс там имиджи и так далее я больше чем уверен что есть встроенные wordpress фильтры которые позволяют менять классы там контент и так далее может быть даже всю обертку но это про сейчас не входит в обзор wordpress 45 хотя у нас такой довольно крупный объемные все объемлющий показывается поэтому да следующее изменение касающиеся кастомайзера как вы могли заметить здесь снизу есть такие вот штучки которые показывают типа адаптивность сейчас я вот это все удалю чтобы она нам не мешала дэлит перезагружу страницу да все у нас нас больше ничего здесь не отвлекает и это тестирование адаптивности в кастомайзере которая нам позволяет посмотреть как выглядит наш сайт на планшете там на телефоне и так далее то есть прикольные штуки их с помощью и пиа и разных можно собственные кнопки какие-то описывать но это достаточно сложный процесс поэтому мы не будем здесь в этом ролике об этом смотреть но и тем не менее изменения такие приятные и что касается отдельных обновлений как вы видите здесь в закрашивается только там вот определенные штуки мы меняем раньше это было с помощью транспортного протокола и в нашем ролике про кастомайзер как вы помните здесь в восклицательном знаке можно посмотреть ссылку на него там я рассказываю о том как как это менять и здесь wordpress 45 это было заменено на кастомайзер селекте free fresh то есть просто кусок сайта обновляется отдельно но это backbone магия поэтому довольно круто так что касается дальнейших изменений так сейчас мы немножечко печки storm уберем а нам конечно еще понадобится возможно да понадобится извинения коснулись визуального редактора я вот и не очень пользуюсь на самом деле пишите в комментариях пользуетесь вы визуальным редактором или нет но здесь новые горячие клавиши типа три черточки это линия hr то есть если мы посмотрим на текстовый редактор то всего лишь так и чертом появляется и если вдруг вы контент-менеджер и хотите узнать ну забыли вот здесь есть пункт горячие клавиши в которых все они показываются то есть предыдущие которые были это заголовки цитаты и кроме этого теперь появилась я не знаю ссылка на пост появилась такая штука команд кей ну или просто вставить изменить ссылку не обязательно с горячей клавиши мы можем прямо здесь писать название привет мир да кажется пост называется до название поста который есть на этом сайте он берет вот так ссылку мы ее применяем и все здесь же можно ее изменять писать текст меняйте так далее но уже такое довольно на лету все это делается и очень даже здорово то есть если мы посмотрим открыть страницу то вот есть наша ссылка на пост мы еще здесь будем разговаривать про изменение шаблонов встраивания то есть как вы помните если мы берем и вставляем ссылку вот таким образом то он встроит небольшой сниппет который прям превратится в кусочек поста вот так вот привет мир но об этом мы будем говорить чуть позже а сейчас я скажу что в wordpress 4 и 5 немного изменили поведение сжатия джипег изображений а именно качество сжатия в wordpress 44 было 90 процентов под джипег алгоритму а в wordpress 4 5 82 процента размер сжимается ну давайте просто прям и это одна из причин по которой я накатил wordpress 44 чтобы посмотреть прям заранее давайте попробуем оплоднуть мне здесь есть huge имидж который у нас сейчас на обойке стоит пять с половиной мегабайт 6000 на 4000 по пикселям давайте мы его загрузим и посмотрим какого размера он будет на разных сайтах я это все эти изменения не касается оригинального изображения если вы сделаете полный то она будет не сжатое все сжатия касаются только вот этих вот сам нейлс так называемых которые кропаются и меняются в размерах зависимости от того какие мы в теме определим так вот я вставляю здесь большой и то же самое сделаем на wordpress 45 huge image загрузка и ждем 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 сжатия происходит 5 5 мегабайт в конце концов довольно серьезно большой вставить в страницу обновить если мы сейчас здесь посмотрим на инструменты разработчика по пункту вес то у нас на самом верху будет если мы поразим по размеру выровняем как раз наше изображение huge image 1024 182 килобайта и давайте посмотрим сколько килобайт занимает изображение на wordpress 45 но я забегая вперед вам скажу что чуть меньше 129 против 182 то есть я даже не знаю мне сейчас сложно будет посчитать в процентах 60 килобайт ну около 30 процентов сжатия дополнительное а в качестве на самом деле мы не сильно и теряем теперь если вернуться в печки storm то мы можем написать такой фильтр add filter jpeg quality это тоже дефолтный wordpress ски фильтр я не уверен в какой версии он был добавлен довольно таки давно как раз в wordpress 45 то и сделали что переписали значение которое на него подается мы можем здесь сделать прямо анонимную функцию или как это называется лямбда функцию в разных языках программирования и сделать return 30 например а лучше даже 20 чтобы прямо разница была разительно видно 20 процентов теперь будет джипе к сжатия здесь теперь мы вернемся здесь на редактирование страницы и что-то же сделаю на полный экран этот файл huge image удалю и загружу новый и а новый уже загрузится с теми настройками которые мы выставили functions печки теперь посмотрим сколько будет по килобайтам и насколько это визуально ну здесь уже визуально видно я не знаю как насколько на ютюбе я уверен что вот вот сейчас будет видно что качество хуже дорогая у меня джипег здесь прям такие волны и так далее но 20 процентов это конечно же очень жесткое сжатие но если мы посмотрим по размеру то на первом месте теперь уже даже не изображение скрипты и шрифты таблицы стилей наше изображение всего 37 килобайт 38 занимает здесь huge image jpeg посмотрите насколько на вашем именно сайте это критично то есть вот нас машин магазин у чуваков довольно сильное сжатие под каждым изображением есть ссылка типа ссылка на полное чтобы можно было насладиться а здесь для так скажем именно общего поста не так важно чтобы она была не сжата но если вас какой-то контентный сайт наверное это важно поэтому можете с помощью вот этого фильтра еще раз jpeg quality сделать не 20 там а 70 попробовать поиграть с этим значением напишите в комментариях какое значение работает для вас но тем не менее мы мы кстати кроме этого я щас вот это закомментирую и покажу какое решение я использовал всегда раньше потому что потому что с ним было как-то удобнее это даже и не очень реклама просто потому что это довольно бесплатный плагин зачем его рекламировать сейчас я вам его покажу риса из имиджес автор upload так он кажется называется может быть не имиджес а имидж да и сайт имидж автора плод вот он от а.м.фил рая автора версия 1.7 . 2 на момент записи может быть вы будете смотреть это видео через год и уже будет новая версия в которой будут какие-то новые дополнительные функции но тем не менее здесь есть настройки в которых вы точно также можете выбрать уровень jpeg компрессии допустим 40 но и форсировать эту жпг компрессию именно для вообще всех изображений потому что по умолчанию он будет компрессии только изображение который больше чем 1200 по какой-либо стороне и самое главное что когда мы эти значения здесь указываем и ставим yes на resizing то мы делаем так чтобы любые картинки которые заливаются на наш сайт сжимались ровно по этим соотношениям поэтому если я сейчас заново залью huge image то он уже не будет хранить полное потому что на самом деле мы же это делаем не только для того чтобы непосредственно на страницах юзер видел сжатое изображение но и чтобы на серваке не хранилась что-то жесткое поэтому здесь мы видим что максимально что хранится это 1798 на 1200 да он кстати сжимает сохраняя пропорции поэтому если или высота или ширина выходит за уровень тех значений которые мы в настройках плагина определили то он сожмет в соответствии с пропорциями по наименьшему по наименьшей стороне ну и тут 30 процентов не не так же как хреново выглядит как 20 то есть я бы я бы вполне оставил это очень даже здорово здесь 168 килобайт полная картинка занимает то есть если вы можете догадаться то уменьшены какие-нибудь варианты типа large и так далее будет еще меньше поэтому я вам всем советую этот плагин все равно несмотря на то что в коробке добавили такую прикольную штуку просто для того чтобы ваши контент-менеджер или там ваш я не знаю секретари и так далее не загружали сырые фотографии с зеркальной камеры по 6 мегабайт по 10 которые занимают и не засирали вам сайт кстати можете посмотреть у нас есть уже ролик про необходимые плагины для wordpress он здесь же в подсказках появятся в которых мы и этот плагин в том ролике рассматриваем в том числе потому что он невероятно полезен еда что касается комментариев процесс одобрения комментариев стал более понятным но я не могу это продемонстрировать у меня почему-то не работает такая штука как отправка писем при комментариях которые ожидают подтверждение не знаю почему мне не отправилась письмо но в общем да тот экран а так скажем одобрение он был переработан из него можно перейти как раз вот на ссылку изменения и так далее то есть я даже отдельно здесь когда заходил я вот зарегистрировал из пользователя злоумышленник и на посте привет мир оставил вот этот комментарий но да почему-то письмо не пришло и поэтому не получилось мне это вам продемонстрирует но в общем процесс одобрения комментариев был существенно переработан то есть текст который вот например отличный комментарий если там будут какие-нибудь теги типа ссылок и так далее они будут не в виде и и череп и так далее а в виде уже отрендерена так скажем текста удобнее понимать что пользователь хотел сказать этим комментариям удобнее видеть спам может быть то есть там все значительно лучше еще одна очень полезная фича которую добавили в wordpress 45 это логин по почте давайте продемонстрируем как это выглядит я здесь выйду сейчас с обоих наших сайтов вы видите здесь написано имя пользователя здесь имя пользователя или email и если я здесь буду входить по email work собака и webdesign.ru кстати можете на эту почту писать любые пожелания и предложения по работе нашего проекта то неверное имя пользователя мы можем зайти здесь только по пользователю а здесь же мы вполне можем зайти по work собака и webdesign.ru и не вспоминать то имя пользователя которые мы указали там при регистрации потому что почту мы вроде как всегда помню на самом деле довольно дискуссионный вопрос я опять же призываю вас писать в комментариях как вы считаете нужно или эта фича ну то есть понятное дело пусть будет но вот я до сих пор предпочитаю заходить по логинам именно в wordpress и может быть это просто привычка то есть я же уже довольно долго лет пять шесть с вордпрессом работу поэтому просто привык заходить по логину а во всех других ресурсах наверное да наверное по почте как-то удобней пишите свои соображения по этому поводу тут прям такое еще одно микроизменение которое есть это новая страница редактирования таксономий и это я так понимаю связано с тем что добавили терм мета и пи ай то есть мы можем теперь вот здесь поля добавлять для редактирования таксономии так далее чтобы потом их использовать на фронт-энди на самих страницах то есть картинку для рубрики добавить и выводить и так далее как вы видите ворс 4 4 страницы страницы выглядит так edit text php action edit таксономии категории там айдиш ник и так далее а если мы перейдем на нее же в вордпрессе 45 то теперь есть терм пиечки то есть не edit text php терм пиечки и параметры немножечко другие то есть пост type тег айди и так далее ну на самом деле да нету экшена edit больше код стал более понятным видимо в самом в самом ядре нас постоянно не нас спалился в вордпресс постоянно критикуют за то что ядро никто не переписывает что там много legacy кода он весь такой корявый хреновый вот нет на самом деле много что переписывается поэтому да еще одно изменение это обновили обновившийся версии библиотек в ядре то есть новый jQuery новый backbone новый require.js по-моему не помню какие какие-то еще там обновились не суть важно и самое главное вообще о чем них не самое главное самое интересное лично для меня хотя ладно это это вкусовщина это возможность кастомизации айфреймов которые им бедятся на другие сайты то есть допустим если мы возьмем ссылку на пост привет мир и здесь на какой-нибудь странице его тоже встроим то есть на примере страницы например вордпрессе 44 уже работает рендеринг этих айфреймов то есть давайте мы сделаем обновить открыть страницу он выглядит вот так привет мир vp45 review 4 5 и так далее но мы не могли бы здесь кастомизировать теперь мы это можем делать я здесь тоже добавлю чтобы нам между вкладками не переключаться туда-сюда и возвернусь в пички storm по умолчанию файл который используется хранится в вопинк лудз сим компетт компати билити и эмбэд здесь есть группа файлов в которых которые можно редактировать по этому поводу если мы посмотрим просто дефолтный эмбэд пички то здесь есть и в хэвпост эмбэд контент если нету хэвпост 100 эмбэд 404 что собственно даже прикольно я вот даже не подумал бы что мог бы быть еще 404 эмбэд но он есть действительно и как вы уже догадались эти файлы 3 эмбэдом в 404 бэд контент мы можем переопределить в нашей дочерней теме и я даже вот эмбэд контент возьму я уже вот здесь тренировался пока брал потому что самым бедну там неважно нам сейчас чтобы продемонстрировать достаточно эмбэд контента тони секстин child мы его создаем эмбэд контент . печки так вот мы его делаем тут и если перейти здесь на открыть страницу ничего не меняется мы можем все это выпилить написать здесь это встроенный пост на сайте uwebdesign и у нас здесь ровно это напишется вот в этой рамочке это встроенный пост на сайте uwebdesign на самом деле для чего лично мне кажется имеет смысл это кастомизировать ну кроме того что вдруг мы хотим там я не знаю сейчас давайте еще дополнительно установим картинку для для этой записи чтобы смотреть как как выводится она потому что тут именно про нее есть большое количество логики обновить и посмотрим как на примере страницы показать вот здесь есть картинка здесь есть несколько ветвлений по поводу квадратная нам выводить картинку или не квадратную и есть даже фильтры apply filters embed thumbnail имид шейп и имидж сайзет соответственно в которых мы можем менять эти параметры через functions php но сейчас даже мы не об этом мы можем просто взять и поменять местами я не знаю картинку и заголовок то есть но это такое пишите в комментариях чё вы думаете поэтому можно вот так сделать кроме этого мы можем дописать какой-нибудь кастомный класс vp embed heading например увд мбд heading и здесь же поскольку это все встраивается в айфрейме можем написать style в котором как-то у нас увд мбд heading класс бен хейдинг так там ссылка насколько я помню да у нее цвет томей то например и мы это видим что здесь изменилось то есть на любом сайте который мы встроим наш айфрейм изменится я могу подтвердить вот мы на wordpress 44 этот айфрейм вставляем а здесь он тоже изменился в соответствии с тем как мы выбрали поэтому не стесняйтесь экспериментировать по моему вот сам факт того что вы у себя на сайте меняете то как ваш сайт встраивается на других wordpress сайтах лично меня завораживает для меня это прям самое главное изменение wordpress и 4 и 5 пишите в комментариях что думаете по этому поводу и на последнее вообще последняя фича который я хотел разобрать это давайте создадим какой-нибудь js файл как-то модно сейчас об . gs я не знаю консоль лог hello world так нет пропало я не java script ниндзя поэтому вы пишите мне как 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 надо было это все создавать по крутым я не представляю давайте мы сделаем add action vp n qe у е скрипт ну и какую-нибудь анонимную опять же функцию нам здесь не обязательно ее называть в.п. n qe скрипт назовем его увд скрипт гет ставил щит директор юарай дополнительно у нас об . gs тут если я правильно помню как это все пишется вроде бы пишется примерно так так сейчас я расширю немножечко окно печки storm от мне он кстати нам подсказывает какие если я команд зажиму и наведу на функцию какие параметры она принимает то есть у потом источник после этого dependencies мы можем например подключить джейк вере вот таким вот образом не будем ее подключать на хрен бы это надо было так после этого у нас версия тоже будем можем сейчас не отображать и после этого труд для того чтобы этот скрипт появился foot и давайте посмотрим появился он или нет судя по всему не очень появился скрипт и да об джейс почему-то не появился n qeoe скрипт с фанкшенс вроде все должно быть но почему-то почему-то нет ну ладно хорошо давайте не будем изгаляться с анонимной функции у в.д. скрипт туда засунем этот код а тут подпишем у в.д. скрипт я потратил минут пять на дебажинг почему не работаю выяснилось что я вот в этом сайте обновлял wordpress 4.4 а подключал то все-таки wordpress 4.5 поэтому на не делайте так не глупите вот он об джейс вот он консоль лог хэллоу ворлд и нам теперь добавили крутую функцию называется она vp add in line скрипт вот она здесь у нас есть мы в первым параметром туда передаем название того скрипта который у нас уже подключен то есть у в.д. скрипт в данном случае и еще еще один скрипт который мы вдогоночку к нему хотим доложить и например пишем здесь опять же консоль лог здесь в других кавычках под напишем надо хэллоу ворлд и здесь если мы посмотрим здесь выводится и хэллоу ворлд и и надо хэллоу ворлд если мы хотите посмотреть как это выглядит на самой странице то здесь вот где-то это внизу будет сейчас так 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 ап . gs где это вот она здесь и вот после него сразу же то есть если мы к нему подцепляем дополнительно у нас вот такой скрипт type text javascript это что мы не вторым параметром передали просто текстом выводится то есть для чего это используется но я вам здесь скопирую как бы сказать конструкцию которую вы наверно привыкли видеть в wordpress сайтах вот типа такого подключить type kit в котором там айдишник type кита здесь вставить там какой-нибудь я не знаю бла-бла-бла-бла-бла и после него сделать инициализацию теперь это можно сделать с помощью в.п.д. inline скрипт никаких проблем это прям удобная хреновина очень круто ну вот собственно и все фичи wordpress 45 на которых я хотел остановиться в этом ролике подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте друзьям пишите в комментариях какие еще ролики нужно снять по поводу wordpress и вообще что вы еще хотите видеть у нас на канале мы собираем обратную связь обязательно будем прислушиваться к вашим пожеланиям подписывайтесь на соцсетях в контакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в google плюсе пишите нам в айтюнсе отзывы ставьте там звездочки на ютюбе тоже обязательно ставьте лайки повторю второй раз это очень помогает ранжированию и влияет по слухам ну а с вами были you up design меня зовут александр гончаров удачного вам 7 дня попутное ветра и пока